Девушки отдыхают Если где-то в мире есть человек, который за свою жизнь видел в ринге больше, чем Роберто Дюран по прозвищу «Каменные кулаки», я бы хотел видеть такого человека. Его карьера длилась дольше, чем карьера любого другого боксера в истории. Став профессионалом в 1968 году, он выступал каждый год, за исключением 1985 и 1990 года. Но это только один из потрясающих фактов боксерской биографии Дюрана. Жизнь Роберто Дюрана началась в Панаме 16 июня 1951 года. Роберто Карлос Дюран родился в одном из бедных районов Панамы. Он был вторым из девяти детей, рожденных от Освальда и Клары Дюран. Отец был мексиканцем, мать коренной жительницей Панамы. Крайняя бедность, с которой рос маленький Дюран, поставляла ему мало возможностей выбирать, кем он хочет быть. Врач, адвокат, астронавт – все это было для него недоступно. Вместо этого Роберто рыбачил, чистил обувь на улицах, чтобы хоть как-то повысить уровень жизни семьи. В поисках пищи Роберто Дюран воровал кокосовые орехи с плантацией, принадлежавших миллионеру Карлосу Элета. Много позже судьба распорядилась по-своему, и Элета станет менеджером Дюрана. Роберто бросил школу в возрасте 14 лет и начал заниматься боксом вместе со своим старшим братом. Дюран демонстрировал в зале потрясающее упорство, которое впечатлило бывшего чемпиона Панамы Сэмми Медину. После короткой карьеры в любителях, 16 боев, 13 побед, прирожденный боец становится профессионалом. Тяжелые удары, которые бросал Дюран в профессиональном боксе, были более эффективны, чем в любительском, и Дюран быстро прославился у себя на родине. Его профессиональный дебют состоялся в бою с Карлосом Мендозой, для которого это был один из трех лучших боев за всю его карьеру. Позже он проиграет великому мексиканцу Рубену Оливаресу и пуэрториканской суперзвезде Вильфреду Гомесу в бою за сил чемпиона WBC в первом полулегком весе. Из первых десяти соперников Дюрана только Мендоза достоял до финального гонга, продержавшись на ногах 4 раунда. Подавляющее большинство ранних боев Дюрана проходило в Панаме, но даже после нокаута будущего чемпиона в полулегком весе Эрнеста Марселя, мало кто будет думать, что Дюран станет величайшим атлетом в истории Панамы. Следующий большой бой Дюран провел против весьма искушенного боксера Бенни Хуэртеса. Это был первый бой Дюрана на американской земле, в мекке профессионального бокса Мэдисон Сквергарден, Нью-Йорк. Юный легковес выступал в одном из боев вечера, главным поединком которого был матч-реванш между Кеном Бьюкананом и Эсмаэлем Лагуной. Вышло так, что Дюран проехал огромное расстояние из Панамы до Америки ради всего лишь одной минуты и шести секунд работы, после которой Хуэртес съежился на настиле ринга, став очередной жертвой панамского убийцы. Через некоторое время Дюран вернулся в Панаму, чтобы провести бой с бывшим чемпионом Хироси Кабояси. Бой проходил в рамках первого легкого веса, на одну весовую категорию выше, чем Дюран обычно выступал в то время. Кабояси был легко бьющим боксером, потерявшим свой титул чемпиона по версии WBA за три месяца до этого в бою с Альфредом Аркана. Несмотря на обширный опыт Кабояси, у него не было шансов в поединке с тяжелобьющим Дюраном. В седьмом раунде Дюран провел жесткую комбинацию, от которой Кабояси безжизненно упал на настил ринга. Панамские зрители ревели от восторга, а Дюран был готов выйти на мировую сцену и поспорить за мировой титул. Шанс побороться за мировой титул Дюран получил в 21 год, в бою против того самого Кеннебью Кеннена. 26 июня 1972 года Роберто Дюран был коронован как чемпион WBA в легком весе. Дюрану потребовалось меньше минуты, чтобы установить на ринге статус-кво. Агрессор Роберто уже в первом раунде послал соперника в нокдаун. Гибкий Бьюкеннон поднялся, но Дюран продолжал бомбить его тяжелейшими правыми кроссами и потрясающим левым хуком в корпус. В углу Бьюкеннона в тот вечер был легендарный тренер Джилл Кленси. Не будучи знаком с Дюраном достаточно близко, Кленси основывал свой расчет на том, что молодой панчер вымыхается и устанет к середине боя, что позволит Бьюкеннону победить. Однако Дюран не замедлился ни к середине, ни к концу боя. К концу 13 раунда Дюран нанес очень низкий удар, который пришелся прямо в пояс шорт. Бьюкеннон упал на конвас и не смог продолжить бой. Удар был нанесен сразу после гонга и является предметом споров по сей день. Кто-то говорит, что Дюран ударил колено, другие утверждают, что это был чистый удар. Рефери был на стороне Дюрана, он не заметил существенных нарушений правил и просто поднял руку Дюрана как победителя. Правление самого грозного бойца в истории легкой весовой категории началось. Дюран продолжил свою подготовку в нескольких нетитульных матчах. Фактически Дюран делал то, что редко делалось в то время и еще реже делается сейчас. Просто дрался, не придавая особого значения титулам, не привязываясь к версиям. После Бьюкеннона Дюран провел не менее 20 дней титульных боев, будучи чемпионом мира в легком весе. Первое поражение Роберто Дюран потерпел именно в нетитульном бою против будущего чемпиона в легком весе, состоявшемся в 1972 году. Де Хэсус был очень сильным противником. А для Дюрана это был третий бой в течение всего лишь двухмесячного срока. Де Хэсус обладал отточенной техникой, и когда он в первом раунде отправил Дюрана на стил ринга, стало очевидно, что в кулаках Де Хэсуса достаточно динамита, чтобы выиграть этот бой. Позже Дюран признавался, что недооценил Де Хэсуса и тренировался недостаточно усердно для того, чтобы выиграть бой. Не смог подстроиться под ритм противника. Несмотря на острый бой, Де Хэсус оказался победителем. Дюран был так расстроен поражением, что после того, как обработал свои раны в отеле, принялся яростно молотить стену в ванной кулаками и разбил их в кровь. Легенда гласит также, что Дюран напился в тот вечер и от злости ударил кулаком неизвестно откуда взявшуюся лошадь, нокаутировав ее. Ярость, которая клокотала в Дюране, не работала против него. Ярость сделала его великим. Он умел делать выводы из своих поражений. И в двух реваншах с Де Хэсусом был совершенно другим. Дюран вернулся и успешно защитил свой титул, нокаутировав Джимми Робертсона, Гектора Томпсона и бывшего чемпиона в легком весе – Гатса Сузуки. Помимо этих трех боев до реванша с Де Хэсусом, Дюран провел еще семь нетитульных поединков, во всех одержав победы. Реванш с Де Хэсусом проходил под палящим солнцем Панамы. Бой начался так же, как и первый, и к изумлению панамской публики, Дюран снова упал в первом же раунде. Но развитие боя было совершенно иным. Озверевший Дюран поднялся и начал жестокое избиение потрясенного Де Хэсуса. Де Хэсус испытал определенные трудности с весом перед боем. Сумасшедшее жарание облегчало его положение. Дюран же в этом бою показал великолепную дисциплину. Бросал тяжелые удары в своем фирменном стиле. И панамская публика почти весь бой провела стоя. Настолько велико было напряжение. Комментатор Ферди, боевой доктор Пачека, даже шутил по этому поводу. Говоря, что продавать сидящие места было занятием бессмысленным. Дюран в тот же вечер показал все лучшее, что имел. Разнообразные силовые удары в голову и корпус соперника под всевозможными углами. А также великолепные защитные навыки. Когда Дюран опрокинул Де Хэсуса на пол в седьмом раунде, многим показалось, что тот умер. Однако чудовищным усилием воли Де Хэсус поднялся. И мало того, жесточайшим правым прямым сделал рассечение под левым глазом Дюрана. Это был первый раз, когда лицо Дюрана серьезно пострадало в бою. Врач не запретил Дюрану драться, но Де Хэсус был уже сломлен. Когда начался одиннадцатый раунд, Де Хэсус вышел из своего угла уже побежденным. Бойцы коснулись перчаток друг друга. И Де Хэсус жестом показал, что Дюран лучший боксер. Несколькими секундами позже Де Хэсус вновь оказался на настиле ринга. После жесточайшей серии Дюрана. Но это было уже скорее следствием накопившейся усталости, а не ударов. Дюран победил. И теперь не было сомнений в том, кто является лучшим легковесом в мире. Поражение от Де Хэсуса многому научило Дюрана. Роберто продолжал выигрывать. За той лишь разницей, что теперь он чаще побеждал нокаутом. Одиннадцать из двенадцати защит титула в легком весе завершилась его победой нокаутом. За исключением только боя с Эдвином Веруэтом в семьдесят восьмом году, продолжавшимся все пятнадцать раундов. Следующий после Веруэта стал третий бой с Де Хэсусом. Де Хэсус к тому времени завоевал титул по другой версии. Это был объединительный бой. Победитель получал пояса сразу двух версий. Похоже, тогда Дюран был в своей лучшей форме. Физически он был идеальным легковесом. Он обладал потрясающей ударной мощью. Его команда включала в себя легендарного тренера Рэя Арселя и Фредди Брауна, которые сглаживали недостатки в технике Дюрана и помогали еще больше улучшить его сильные стороны. Хотя Дюран часто повторял, что умел драться еще до Арселя и Брауна, к окончаниям семидесяток стало очевидно, что тренерская команда дала ему очень много. В бою Дюран был великолепно сбалансирован. Мог драться вблизи и боксировать на дальней дистанции. И все это с неизменно ударной мощью. И если начинал Дюран как чистый панчер, то боксерские его навыки росли от боя к бою. Защита Дюрана к третьему бою с Дехесусом была необычайно плотной. Она позволяла Дюрану выбрасывать удары под любыми углами, оставаясь при этом в сравнительной безопасности. Каждый раз, когда Дехесус отрывал руки от головы, пытаясь атаковать, Дюран моментально впечатал тяжелый удар в образовавшуюся брешь. Дюран был необычно подвижен на ногах. Его скорость была потрясающей, а серия ударов просто завораживала. Однажды Джо Фрейзера спросили, не напоминает ли ему Дюран с его бешеными атаками и его самого. Фрейзер подумал и ответил, нет, он напоминает мне Чарльза Мэнсона. У Дюрана не было какого-либо коронного удара, так как, например, у того же Фрейзера. Не было фирменного стиля, как у Чавеса. Не было правой, как у Хирнса. Не было апперкота, как у Тайсона. Он обладал великолепной техникой, был прекрасно сбалансирован и мог выбросить сильно любой удар и свалить соперника любым ударом. Дехесус был нокаутирован в 12-м раунде и не просто нокаутирован, он был полностью разгромлен. Поражение было настолько тяжелым, что один из юных представителей лагеря Дехесуса, обуреваемый эмоциями, вылез в ринг и толкнул Дюрана в спину. Но ему повезло, Дюран был настроен благодушно и не стал предпринимать ответных действий. В зрительном зале тогда находился и Шугар Рей Леонард. После боя о разговоре с известным шоуменом Джеки Глиззоном, Леонард сказал, что когда-нибудь побьет Дюрана. Глиззон тогда ему ответил, сынок, лучше не рискуй своей жизнью. Это был последний титульный бой Дюрана в легком весе. Печальный факт. Эстебан Дехесус уйдет из бокса в конце 80-х, после долгой битвы со Спидом. Дехесус страдал от наркотической зависимости и убил молодого человека, пытавшегося его ограбить. Уже будучи в тюрьме, Дехесус заболел Спидом, которым он заразился от нестерильной иглы. Когда Дехесус уже находился на смешном одре, Дюран пришел его навестить. Картина болезни была ужасна, и Дюран со слезами на глазах обнимал высохшего, как тростинку, Дехесуса и все время повторял ему. Для меня ты всегда будешь самым великим чемпионом. Имидж брутального героя сопровождал Дюрана на протяжении всей его карьеры. Но мало кто тогда полагал, что этот имидж Дюран создал сам. Грутальные герои всегда популярнее обычных спортсменов, и Роберто прекрасно это понимал и пользовался этим. После того, как он нокаутировал Рея молния Лампкина в 1975 году, он сказал телекамеру, «Этому парню повезло, если бы я был в лучшей форме, я бы отправил его не в больницу, а в морг». Эти слова вызвали бурю эмоций у болельщиков. Но пока они обходили заголовки газет, Дюран спокойно навестил Лампкина в больнице, и, расчувствовавшись, даже поцеловал его в щеку. Растущий аппетит Дюрана к славе и деньгам двигали его дальше – средний вес. 70-е годы закончились для Дюрана парой впечатляющих побед над талантливыми средневесами – Карлосом Паламино, бывшим чемпионом WBC в среднем весе, и Заферино Конзалесом. Этими победами Дюран завоевал право на бой с Шугаром Реем Леонардом. Это был один из первых суперпоединков в 80-х. Бой состоялся на Олимпийском стадионе в Монреале, там же, где Леонард завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 76-го. Леонард, правящий чемпион в среднем весе, завоевал титул в бою против весьма талантливого – Вилфреда Бенетиса, нокаутировав его в 15-м раунде. Непобежденный Леонард был любимцем публики и газет, и шумиха, окружавшая Леонарда, весьма мешала Дюрану. Во время пресс-конференции Дюран всячески поддевал Леонарда, говоря, что тот проехал такое расстояние только для того, чтобы его жену схватил инсульт, когда она будет смотреть на избиение мужа. Дюран всячески пытался вывести Леонарда из себя, в надежде, что это поможет ему свержнуть сверхпопулярного чемпиона. Бойня в Монреале была назначена на 20 июня 80-го года. День был холодным и дождливым, но поклонники бокса ликовали, предвкушая эпическое сражение. Их ожидания оправдались на 200%. Более физически сильный и молодой Леонард начал поединок, передвигаясь по периметру ринга. Дюран с самого начала был заряжен на жесткий бой. Давил Леонарда возле канатов и вызывал на размен. Первый раунд прошел в разведке, но во втором раунде Дюран начал выигрывать. В середине второго раунда Дюран провел комбинацию, правая-левая и правая нога Леонарда подкосилась. Ценой невероятных усилий Леонард устоял на ногах, однако разрушительный удар Дюрана сделал свое дело. В следующие 30 секунд Леонард элементарно выживал, клинчуя с пытавшимся его добить Дюраном. Во втором раунде Дюран переломил ход боя в свою пользу. И к концу этого раунда публика в забитом до отказа зале уже была на ногах. В течение всего боя Дюран запирал Леонарда у канатов и бомбил тяжелейшими ударами, выбрав своих под всеми возможными углами. Леонард мужественно сопротивлялся, но в этой игре Дюран был явно сильнее. Комментаторы недоумевали, почему Леонард играет с этим матчем на его же территории, вместо того, что просто боксировать. Похоже, это был просто не день Леонарда. После 14 яростных раундов стало очевидно, что Дюран выигрывает бой. В 15 раунде это стало еще более очевидным. Шугар Рэй Леонард был измотан. Его удары летели мимо цели, в то время как Дюран был собран, точен и даже позволял себе издеваться над противником. В начале 15 раунда Дюран отказался коснуться перчаток Леонарда, и рефери Карл Спадилла пришлось хватать Дюрана за руку для того, чтобы заставить его это сделать. После окончания боя Дюран не только отказался обнять Леонарда, но даже толкнул его, когда тот поднял руки, думая, что победил. На лице Дюрана не было и тени сомнения, он был уверен, что победил. Переполняемый чувствами, Дюран схватил себя правой рукой за приличное место и принялся кричать в зал. Ну кто здесь, блять, настоящий чемпион? Роберто Дюран победил единогласным решением. Огромный зал ревел, как один человек, когда ведущий объявил. Новый чемпион мира, Роберто Дюран. Это был пик карьеры Роберто Дюрана. Он двинулся вверх, в чужую весовую категорию, и побил лучшего, и кого? Шугара Рея Леонарда. Но был здесь и существенный минус. Эта победа принесла Дюрану деньги, известность. Она перевернула его жизнь. И Дюран начал жить другой жизнью. Он стал многое себе позволять. Предавался удовольствиям, обедал в ресторанах, как король. Тратил огромные деньги. И это, конечно, сказалось на его спортивной форме. Его дисциплина начала хромать, чего раньше никогда не было. Его вес после победы над Леонардом превысил 86 килограмм. Ходили слухи, что однажды на взвешивании он показал даже 97 килограмм. Сам Дюран говорил, что после бойни в Монреале он набрал аж до 104 килограмм. Но это, скорее всего, уже преувеличение. Первый бой Леонарда Дюран сделал огромный кассовый сбор. Беспрецедентный случай для нетяжеловесов. Кроме того, сразу же после боя Леонард потребовал реванш. Он, по его собственным словам, наставил на реванш с самого первого дня и требовал его как можно скорее. Сам Дюран позже признавался, что у него уже не было мотивации тренироваться так же усердно, как он это делал раньше. Когда Дон Кинг сделал впечатляющее предложение менеджеру Дюрана, контракт был сразу же подписан. Реванш состоялся пятью месяцами позже. Но битва в Новом Орлеане совсем не походила на битву. Шугар Рей Леонард был быстрым, как молния. Ответом Дюрана на все выходки Леонарда была произнесена им фраза «Знаменитая теперь Номас». Дюран, по его собственным словам, прекратил бой из-за возникших желудочных спазмов, вызванных ударами по корпусу. Дюран прекратил бой, надеясь на реванш. Он получит его только 10 лет спустя. Отказ от продолжения боя и фраза «Номас» вызвала самый разрушительный эффект, который только можно было себе представить. Даже на родине Дюрана его поклонники сочли, что отказ от боя – это позор, который не заслуживает прощения. Репутация Дюрана мгновенно упала до нуля. Рей Арсель ушел из его команды. Огромное количество любителей бокса во всем мире до сих пор помнят и ассоциируют Дюрана в первую очередь с Номас. Но это было еще не самое худшее. После двух побед Рей Арсель вернулся, прямо перед боем Дюрана с мастером агрессивной защиты – Вильфредо Бенетеса. Дюран дрался без своей обычной бешеной интенсивности, которая была его фирменным знаком. Он выглядел подследственным, сломленным боксером. В результате он прыгал по очкам в близком бою, и подавленный Арсель уходит от Дюрана снова. Но в следующем своем бою Дюран упал еще ниже. Он дрался с ничем не выдающимся – Киркландом Лейнгом. Дюран прыгал по очкам, и журнал «Ринг» назвал это самым громким апсетом года. Никогда раньше Дюран не проигрывал двух боев подряд. И что еще более важно – никогда ранее он не проигрывал противнику калибра Киркланды. В довесок к этому менеджер Киркланда получил инсульт, а немного позже Дюран назвал его гребаным старикашкой, прямо на национальном телевидении. Никто не хотел видеть Дюрана, все были уверены, что это конец его карьеры. После Арселя Дюрана оставляет Дон Кинг, так же, как его до этого оставляли многие другие члены его команды. Роберто Дюран падал вниз со скоростью сбитого самолета. Если Шугара Рэя Робинсона называли богом бокса, то Роберто Дюрана можно было бы сравнить с птицей Феникс, которая, на удивление всем, сгорая в огне, возрождается из собственного пепла. Когда боксерский мир утверждал, что Дюран не сможет победить Леонарда, Дюран делал невозможное. Теперь боксерский мир утверждал, что Дюран иссяк, кончился, и Дюран снова сделал почти невозможное. После сокрушительного падения с боксерского Олимпа Дюран вернулся. В своем фирменном стиле. Тедди Бреннер из топ-ранк дал Дюрану шанс, в котором он так нуждался, и свел его в бою с бывшим чемпионом в среднем весе, Хосе Пеппино Куэвасом. Несмотря на то, что Дюран казался немного потолстевшим, он был великолепно сбалансирован и разобрал Куэваса на части менее чем за 4 раунда. В интервью после боя Дюран был необыкновенно возбужден. Достаточно было взглянуть на это лицо, чтобы понять, это прежний, воскресший из небытия Дюран. Победой над Куэвасом Дюран заработал право на бой с непобежденным на тот момент чемпионом Дэйви Муром. Тот бой стал одним из самых жестоких односторонних избиений за всю историю бокса. Дюран, который весил чуть меньше положенного лимита, был безукоризненно техничен и беспощаден. Мур, несмотря на то, что был явно в своей лучшей форме, был просто сметен Дюраном, который в тот вечер выглядел настоящим худесником ринга. Каждый раз, когда Мур только лишь пытался нанести удар, Дюран накатывался на него с целой серией, и необычайно жестокой серией. К концу шестого раунда один глаз Мура почти закрылся, а избиение приняло такой жесткий характер, что жена Мура не выдержала и с криком выбежала из зала. В седьмом и восьмом раунде избиение продолжилось. К окончанию седьмого раунда Мур упал. Как рефери Эрнеста Магана позволил бою продолжаться в восьмом раунде, и как это допустил угол Мура, до сих пор остается загадкой. Фанаты сходили с ума, глядя, как Дюран избивает Мура. Бывший чемпион в первом тяжелом весе Джо Торрес был не себя от ярости, и из-за каната включал рефери, чтобы тот остановил бой. Наконец-то из угла Мура выбросили полотенце, и бой закончился. Роберто Дюрану было 32 года. Он стал трижды чемпионом мира, и что намного важнее, он снова стал самим собой. Роберто Дюраном по прозвищу Каменные кулаки. Отличие Дюрана от многих других талантливых боксеров заключалось в том, что Дюрана никогда не прельщала перспектива почивания на лаврах. Сразу же после завоевания чемпионского титула, Дюран двинулся в следующую весовую категорию. Четвертую по счету в его карьере. Для того, чтобы бросить вызов не кому-то, а одному из лучших боксеров всех времен и народов. Великолепному Марвину Хаглеру. Хаглер был признанным королем среднего веса в течение долгого времени, и разбирался со своими противниками необычайно эффектно и жестоко. В первом же своем бою в среднем весе Дюран столкнулся с лучшим бойцом этого дивизиона. Так же, как когда-то он столкнулся с Леонардом. У многих специалистов возникал вопрос, сумеет ли Дюран набрать нужный вес к бою, и не выиграет ли Хаглер за счет элементарного физического превосходства. Ответ на этот вопрос мог дать только сам бой. Бой начался осторожно. Дюран избрал тактику кражи раундов, и выиграл несколько начальных раундов, действуя в контратакующем ключе и двигаясь по фронту, закручивая Хаглера. Более в психологическом, нежели в физическом противостоянии, продолжался почти весь бой. И в чемпионских раундах вопрос о том, кто победил, еще висел в воздухе. Однако безукоризненная физическая форма Хаглера этого боя, который стал бы хорошим трамплином для его карьеры. К несчастью, Маккалум никогда не интересовал ни Дюрана, ни Хаглера, ни Леонарда, и вследствие этого так и не получил шанса стать одним из великих боксеров. Решение Стюарда было по-настоящему мудрым. Чудовищно бьющий длинные руки Хирнс стал первым бойцом, который по-настоящему нокаутировал Дюрана. Уже с середины первого раунда Хирнс стал расстреливать Дюрана с дальней дистанции, используя свои неимоверно длинные руки. За 30 секунд до конца раунда Дюран оказался в тяжелейшем нокдауне. Хирнс брыгал по очкам двоюродному брату Марвина Хаглера, Робби Симсу. Однако, несмотря на это, Дюран вновь преодолел себя и продолжил карьеру. После четырех быстрых и убедительных побед, Дюран встретился в бою с Джеффом Ланасом. У него дома в Чикаго. Победитель этого боя получал право на встречу с чемпионом в этом весе, которым тогда являлся Айрон Баркли, завоевавший титул четырьмя месяцами ранее, устроив жесточайший нокаут самому Томми Хирнсу. Зрители в Чикаго всячески поддерживали своего бойца, сопровождая воплями каждую удачную атаку. Бой с Ланасом был ровным, и за два раунда до конца победитель еще не был ясен. Однако, богатый опыт Дюрана взял свое, и в последних двух раундах он сумел выглядеть предпочтительнее. Когда судьи огласили свой вердикт, это оказалось близкое решение в пользу Дюрана. Так дело было сделано, и Дюран отправился в Атлантик-Сити, чтобы сразиться с Баркли за титул в среднем весе. Логика подсказывала многим аналитикам, что бой с Дюраном будет для Баркли легким, ведь он нокаутировал Хирнса, которому в свою очередь понадобилось всего 4 минуты, чтобы нокаутировать Дюрана. И сам Баркли не был просто очередным средневесом. Позже он завоюет титулы во втором среднем и первом тяжелом весе, добавив в свой актив вторую победу над ужасным Томми Хирнсом. Баркли посвятил этот бой своему другу, приятелю по уличным баталиям в Бронксе и бывшей жертве Дюрана, Дэйви Муру. Мур умер всего за 4 дня до боя Баркли Хирнс, вследствие трагического инцидента. Машина, которую он чинил, упала с Домкрата и раздавила его. Так же, как и перед боем с Муром, у Дюрана было больше поклонников в зале, чем у Баркли, несмотря на то, что Баркли был местным. Они не только увидели один из лучших боев средневесов за всю историю бокса, они увидели то, что Джилл Кленс назвал чудом. Потрясающее возвращение национального героя, возвращение великого чемпиона. Фанатам Дюрана не пришлось долго ожидать возможности поддержать своего кумира. Уже к концу первого раунда правый кросс Дюрана поверх джеба Баркли производит жесточайший эффект. Баркли явно поплыл и Дюран пошел на добивание, однако ударил гонг, завершавший раунд и спасший Баркли. Следующие 5 раундов были до отказа на насыщенное чудовищным действием. Два гладиатора стояли лицом к лицу и показывали все, что могли показать. Шестой, седьмой и восьмой раунд были лучшими раундами для Баркли. Баркли работал сериями, Дюран выбрасывал больше силовых ударов. В седьмом раунде у Дюрана впервые возникли серьезные проблемы. Баркли провел идеальную комбинацию из пары левых хуков. Дюран споткнулся и повалился вперед на Баркли, который встретил его с серией ударов. Восьмой раунд начался с того, что оба бойцы закружились в центре ринга. Они одновременно выбросили левые хуки, но Баркли попал первым. Этого удара Дюран не увидел, но сила его была такова, что вода, полетевшая с головы Дюрана, забызгала несколько рядов зрителей. Сила хука Дюрана в купе с пропущенным ударом заставила его крутануться вокруг своей оси, наподобие того, как крутился одержимый в фильме «Изгоняющий дьявола». Его перчатка почти коснулась пола, но ценой неимоверных усилий Дюран все же устоял на ногах. Возможно, то, что Дюран принимал без видимых проблем тяжелейшие удары, подавило дух Баркли. Возможно, бешеный ритм боя просто измотал его. Но с девятого по двенадцатый раунд Дюран явно доминировал на ринге. Джим Кленси сказал, что у Дюрана открылось второе дыхание, но, возможно, это просто было свидетельством того, как хорош может быть Дюран, если его тело и дух находятся в великолепной форме. Бой достиг кульминации в одиннадцатом раунде, когда стало совершенно понятно, кто выигрывает его. После десятого раунда Кленси сказал, что чувствует, будто Дюран сейчас может выпустить гораздо более сильный удар, чем Баркли. Он оказался прав. После того, как Баркли нанес один из правых кроссов, Дюран провел одну из самых восхитительных комбинаций в истории мирового бокса. Правый кросс, подкосивший ноги Баркли, сопровождался жесточайшим левым крюком, который тоже приземлился точно в цель. Еще один правый кросс печатался точно в голову. И после ложного левого крюка – сокрушительный третий кросс, который послал на пол шатающегося Баркли. Неистывающая в течение всего боя толпа визжала от восторга, как один человек. Все находились в экстазе. По словам Кленси, Дюран напоминал хирурга во время операции. Но даже после такой жесткой трепки Баркли не собирался сдаваться. Он собрал в кулак все свое мужество, всю свою силу воли и встал, когда судья считал заключительные секунды. До конца раунда он просто выживал. В отличие от Дюрана-легковеса, новый Дюран открыто обнял своего оппонента по окончанию боя. Два воина заслужили уважение друг к другу в захватывающем бою. После такого боя любой человек стал бы уважать своего соперника. Оглашение судейского решения также представило собой роскошную сцену. Майкл Баффер, который назвал этот бой величайшим из всего того, что он видел за всю свою жизнь, не мог найти рабочего микрофона и просто сделал жест, прося заставить публику умолкнуть. Дюран победил раздельным решением судей. Этот бой был назван журналом «Ринг» лучшим боем 1989 года. На тот момент Дюрану было 37 лет, он был четырежды чемпионом мира, и этот титул стал последним в его карьере. Роберто Дюран уже слишком долго находился в боксе, и самое время было завершить карьеру. Завершить ее на мажорной ноте, уйти чемпионом с лучшим боем года за плечами. Но как и многие другие талантливые бойцы до него, Дюран не смог уйти вовремя и оставался в этой игре слишком долго. Его следующий бой мог бы называться слишком поздно для того, чтобы что-то изменить. Решающий матч-реванш с Леонардом. Роберто Дюран, выглядевший старым и рыхлым, не показал практически ничего. В то время как Шугар Рей Леонард танцевал вокруг него и с легкостью победил. В своем следующем бою Дюран снова терпит поражение против ничем не выдающимся Патта Лавлола. Во время боя Дюран повредил плечо и не смог продолжать. Итог – технический нокаут в шестом раунде. Дюран проигрывал и раньше, проигрывал и возвращался. Но в этот раз вернуться было не в его силах, он постарел. Уже третий раз в его карьере серия побед над последственными соперниками была прервана проигрышем бойцу с репутацией. В 1994 году Дюран выходит на бой с Винни Пациенцей и проигрывает ему близким решением судей. В реванше, который состоялся в следующем году, Дюран был в самой отвратительной форме за всю свою карьеру. После еще нескольких побед он проигрывает близким решением судей – Гектору Камача Старшему. Как и большинство великих бойцов, Дюран не смог остановиться в нужный момент. После еще одной серии побед, включавшейся победу над уважаемым аргентинцем Хорхе Кастро, Дюрану было 46, а Кастро 30, Дюран в очередной раз получает право на чемпионский бой. Против Уильяма Джопи. Этот неравный поединок послужил трамплином для 27-летнего Джопи. Дюран, которому к тому времени уже было 47 лет, просто физически не смог ему ничего противопоставить. К третьему раунду Дюран был так истощен, что рефери Джо Кортес совершенно справедливо остановил бой. В таких боях Дюран был жалок. Он не просто проигрывал бойцам, которых с легкостью раздавил бы, будь он на 20 лет моложе. В таких боях Дюран даже близко не напоминал себя самого в лучшие годы. Звучит невероятно, но в 2000 году, в день своего 49-летия, Дюран сделал себе подарок, взяв реванш у Петта Левлора, которому проиграл более 10 лет назад техническим нокаутом, вследствие травмы плеча. После проигрыша по очкам Гектору Камачо, автокатастрофа, в которую попал Дюран, вынудила его отказаться от дальнейшего продолжения карьеры. Оглядываясь назад, можно увидеть потрясающую карьеру и потрясающую жизнь. У Дюрана было достаточно взлетов и достаточно побед над сильными соперниками, для того, чтобы считать его одним из великих бойцов всех времен и народов. Уникальный стиль ведения боя добавлял ему харизмы. Дюран бесспорно заслужил свое место в истории. Дюран удерживал титул в легком весе на протяжении 6 лет и 7 месяцев, защитив его 12 раз. Победил во всех 12 защитах, в 11 боях одерживал победу нокаутом. Господство Дюрана в легком весе общепризнанно считается самым жестоким и выдающимся правлением за всю историю легкого веса. Это была эра Дюрана в легком весе. 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 Продолжение следует...